Привет! Вы никогда не отгадаете, где мы сейчас находимся. Мы находимся в Samsung Innovation Center, и нам наконец-то официально в Украине представят новенький Galaxy S9 и S9 Plus. Ну, начну я с того, что скажу пару слов о месте проведения мероприятия. Это специальный павильон, в котором можно ознакомиться с новинками компании. Тут и телевизор, и The Frame, и мониторы, и холодильники, и стиральные машины, в общем, куча всего, и есть на что посмотреть. Презентация началась с выступления De Son Gra, президента Samsung Electronics Украина. Он немного поговорил об истории компании и в целом подчеркнул, насколько компания стремится к инновации, насколько для нее важно удовлетворить пользователей, как они над этим сильно работают. После чего он дал слово ведущему, который и проводил остаток мероприятия. Собственно, первый вопрос, который возникает, это для чего это мероприятие. Но в Барселоне все уже показали, что вы там делаете, потому что вы уже об этом телефоне рассказывали. Ну, во-первых, не у всех была возможность поехать в Барселону и поддержать новый смартфон Samsung. Собственно, для этого эта презентация была организована, чтобы мы смогли пощупать, посмотреть на то, как будет выглядеть новое устройство Samsung. И вот оно у нас в руках, оно официально в Украине, мы можем его поклацать. Компания понимала, что для того, чтобы рассказать обо всех аспектах этого телефона, они подчеркнули, что они работали над дизайном и хотели удовлетворить всех, чтобы все было лучше. Они постарались выделить девять пунктов, девять фишек, которыми этот телефон отличается и определяет будущее. Но, во-первых, не раз звучало такое слово на презентации «инновации». Это не пустой звук, потому что Samsung старается всегда что-то новое изобретать, какие-то инновационные идеи реализовывать в своих устройствах. Собственно, об этих инновационных идеях в подпунктах они постарались кратенько нам изложить, чтобы мы не устали, чтобы мы не заскучали, но при этом узнали важную информацию, почему это устройство, это флагман, почему оно топовое и чем оно напичканное. Ну, во-первых, то, что лично мне запомнилось, это, конечно же, интернет вещей. То есть они большой делают акцент на том, чтобы можно было использовать смартфон как пульт от умного дома, чтобы с него можно было включать телевизор, холодильник, стиральную машину, что-то менять там. И вот это устройство как раз таки с этим связано, и вот они делают большой акцент на этом. Это будущее, это действительно инновация, все только к этому идет. И в скором, не знаю, в скором недалеком будущем мы будем заходить домой просто открывая дверь, у нас будет включаться свет, стиралка начнет стирать, там телевизор включаться на наш любимый канал, а как-то так. И Samsung в этом плане идет как бы в ногу со временем, даже его немного опережая. И, конечно же, нельзя не упомянуть Bixby тоже в этом ключе, потому что это умный помощник, который может по фотографии распознавать, какая вещь у вас в руках. То есть вы там хотите что-то купить, или, о, классные кеды у того чувака, надо тоже себе такие взять. Сфотографировали, вам дает, что это за кеды, где эти кеды можно взять и все такое. То есть это тоже как бы инновация, это не просто тебе, какая погода на завтра, и тебе голосом Google-перевозчика говорят, завтра солнечно, минус 2. Также была представлена, да, IR-эмоджи. То есть вы тоже можете, как и в Apple, сканировать свое лицо. Вы тоже можете создавать анимоджи, вот это вот двигать лицом, и вот эта анимированная вот анимашка будет повторять за вами. Но главное, что из этого можно создавать стикеры свои, стикер-паки, делиться их с кем-то. Ну, в общем, это тоже очень классно, и мне лично тоже очень понравилось. Также на самой презентации ответили на некоторые вопросы каверзные. Ну вот, к примеру, почему вот в S9 версии, а у меня сейчас S9 просто версия одна камера, а в S9 плюс две. Но тут все банально просто. С точки зрения дизайна и с точки зрения того, что это более компактная версия, и если вставлять туда вторую камеру, то придется урезать батарею. А батарея сейчас это одна из самых, чуть ли не самых важных характеристик в смартфоне, поэтому урезать батарею сейчас вообще нельзя. Поэтому без двух камер, но она ничем не уступает плюс версии. Упомянули о том, что дизайн для них не последнее слово. Естественно, рассказали, как им тяжело было расстаться с надписью Samsung спереди, но они это объяснили тем, что они хотели создать дизайн, который бы узнавался, и не нужно было упоминать, что это за бренд, что это за компания. Вот ты смотришь на телефон, и ты понимаешь, что это Samsung. Реально, логотип Samsung можно не писать, ты так понимаешь, что за устройство у тебя сейчас в руках. Также добавили поддержку технологии Dolby Atmos, то есть вот объемный 360 звук вокруг вас, вы смотрите, короче говоря, с телефона вообще круто. Собственно, что я вам это все рассказываю, вы так это все слышали, но лично я, у меня не было возможности в Барсиловну поехать, мне вот представили, дали подержать телефон в руках. Мне он понравился, то есть, ну, мои впечатления, ну, конечно же, камера. Камера вот в Samsung мне всегда нравилась регулировать ISO, плюс они там сделали поддержку, то есть можно в темном помещении снимать, тут даже специальная будка была, где можно было протестировать. Как вы выразились на самой презентации, то есть этот телефон это убийца ночи, потому что у него стоит диафрагма с f1.5, то есть вы можете снимать в достаточно темном помещении, фотографии у вас будут получаться хорошего качества, без сильного количества, без огромного количества шубов, это тоже очень важно. Новый флагман Samsung способен снимать видео с частотой 960 кадров в секунду, вы только вдумайтесь в это число, это просто космос. На презентации нам показывали, как это выглядит, это выглядит просто супер. Само же устройство поступит в продажу в конце марта этого года и счастливый обладатель может его купить где-нибудь, даже не знаю, в каком магазине вы можете это сделать. Огромное спасибо Samsung за это мероприятие, большое спасибо. Вы же ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить другие наши видео. Пока!